Резонанс общественности вызвала информация о том, что территория бывшего детского лагеря отдыха «Юность» выставляется на продажу. Стоит ли беспокоиться родителям, которые уже приобрели путевки в палаточный лагерь с одноименным названием? Подробности расскажет Аркадий Ефимович. Напомню, накануне на публичных слушаниях об исполнении бюджета города за 2018 год глава города высказал предложение, что для оптимального пополнения городской казны нужно выставлять на торги определенные объекты муниципальной принадлежности. Нужно рассматривать тему и приватизации, и тему продажи с аукционов и так далее. Я понимаю, что не раздавать, но не стесняясь поступать к этой работе. Потому что у нас достаточно те объекты, которые мы сами никогда не вытянем. В числе объявленных к приватизации объектов территория, относившаяся в свое время к детскому лагерю «Юность», который хорошо был известен нынешнему взрослому поколению берчан. Территория заброшенная, она не используется юностью, потому что там просто по всем требованиям не проходит санпина и так далее. Но место хорошее, все-таки рядом вода. И просто так вот сегодня отдать эту землю, которая когда-то принадлежала лагерю, конечно, жалко. На сегодняшний день в прибрежной зоне, по тому же адресу Морская, 14А, существует одноименный детский центр туризма. На территории палаточного городка «Юность» функционирует детский оздоровительно-образовательный лагерь «Юность». Лагерь палаточного типа соответствует всем требованиям пожарного надзора, Роспотребнадзора, требованиям безопасности. Ежегодно принимает более 155 детей берчан. Таким образом, родителям, которые приобрели для своих детей путевки именно в палаточный лагерь «Юность», ничего опасаться не стоит. Приватизации подлежит заброшенная территория, ранее относившаяся к лагерю, площадью более полутора гектаров, которая не используется около 10 лет. Как пояснили в городской администрации, ранее она выставлялась на продажу, но покупателей не нашлось. С 2015 года объект периодически включается в план приватизации. На 2019 год у нас запланирован к приватизации комплекс объектов, на территории, в которой мы находимся. Он представляет собой три нежилых здания. Это здание гаража, здание бывшей котельной, которое не эксплуатируется уже давно, и здание административно-бытовое. Какова стоимость его аукционная? Сейчас мы еще оцениваем этот объект. То есть, ранее была проведена оценка, она уже не актуальна, поскольку, согласно закону об оценочной деятельности, оценкой мы можем пользоваться не более чем полгода. То есть, актуализируем сведения и далее будем рассматривать уже с депутатами на комиссии по приватизации условия приватизации, где будет рассмотрена в том числе и стоимость объекта. Всего в прогнозный план приватизации на 2019 год включено три муниципальных объекта. Вышеупомянутый заброшенный участок бывшего лагеря, нежилое здание по адресу микрорайон 15-Б и нежилые помещения по адресу линейная 5-3.